Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим по общей практике. Точнее, вопрос, который мы сегодня рассмотрим, он связан с личной практикой подписчицы. Елена Кунченко задает вопрос. Доброго времени! Последнее время стало делать Шамбхави мудру. В районе третьего глаза появляется давление, вибрация и пульсация. Иногда короткие вспышки, как молния, пробегают. О чем это говорит, поясните, пожалуйста. Благодарю. Смотрите, существует несколько видов Шамбхави мудры. Может возникнуть путаница. Существует Шамбхави, который выполняется вот таким вот образом, когда мы скашиваем взгляд, прищурив взор в область третьего глаза, и таким образом находимся в состоянии медитации какое-то время. Существует практика, когда мы закрываем глаза, вот, закрываются при этом ноздри, закрываются рот, ушки. Вот, и мы стараемся настроиться на внутренний звук и на внутренний взор. Вот, эта практика более сложная, и она редко, когда приводит к хорошим результатам, бестолковая, вот честно скажу. Вот, если вы делаете в форме тратакки на область третьего глаза, да, продолжаете делать, и еще хорошая практика, она еще глаза лечит. Я, кстати, описывал эту практику в одном из видео. Можно дополнительно делать ту же самую тратакку на кончик носа, да, когда сводим. Вот. Основное правило, дорогие друзья, когда вы будете делать эту практику, спину обязательно держите в ровном положении. То есть позвоночник строго ровный. Если начинаем изгибаться, энергия будет течь не в область третьего глаза, а, допустим, в вишудху, в анахату и так далее, то это крайне неблагоприятно скажется на нас, на наших качествах, на нашей судьбе. Поэтому здесь будьте осторожны. То есть не надо экспериментировать, не надо как-то безответственно относиться. То есть всегда находимся в идеально ровном положении, позвоночник ровный, и уже отсюда начинаем там тратакку делать. То точно так же относительно времени. Начинайте всегда с 30 секунд, больше не нужно, и постепенно, постепенно увеличивайте до... Там, часами можно находиться в этой медитации. Я на самом деле тоже часто делаю эту практику, она мне нравится. Она, как сказать, она эффективная, довольно мощная, очень хорошо успокаивает ум, и простая при выполнении. Что на самом деле является большим преимуществом? Вообще, как бы я за то, чтобы выполнять простые практики, которые не могли бы каким-то образом нам повредить и так далее. Существуют практики, с помощью которых можно повредить и свою энергию, и свою судьбу, и так далее. Я не сторонник таких методов. Это одна из самых таких простых, но крайне мощных и очень эффективных. Советую, продолжайте, и постепенно можно наращивать время. То есть доводить до 30 минут, до часу. При этом старайтесь не моргать. То есть глаза должны быть в открытом состоянии. Сводим, увидим перевернутый черный треугольник и удерживаем взгляд, пристально всматриваясь сюда. Можно также выполнять с закрытыми глазами, точно так же сводить, всматриваясь. Там есть определенные последовательности. Сначала мы смотрим с открытыми глазами, потом глазки закрываем, продолжаем смотреть все так же и так далее. Но это надо уже у учителя консультироваться. Но в целом можно делать в любом из этих вариантов. Они крайне полезны даже для самого зрения. Сейчас у многих людей проблема со зрением излечивается. Плюс относительно вашего вопроса появление давления, вибрации и пульсации. Это нормальное явление. То есть когда мы делаем эту практику, возникает ощущение, как будто бы некий пальчик касается. Ну это условно, конечно. Никакой палец там не касается, но как будто бы кожа в этой части, она начинает пульсировать. Причем пульсирует вот здесь вот именно в том количестве и качестве в зависимости от размеров нашей энергетической чакры. От нашего третьего глаза. Поняли, да? То есть если мы уже не первую жизнь практикуем данной техники, связанной с раскрытием области третьего глаза, тогда чакра будет довольно большая. То есть она может быть размером и вот таким вот. Соответственно, может быть как горошинка маленькая. Все зависит от духовной практики. В моем случае я видел ее довольно большой. Я видел ее на уровне физического тела. Она была, ну размером, сейчас скажу так, приблизительно, если на вскидку, где-то 5 сантиметров в диаметре. То есть, ну вот такого размера. Понимаем, да? Но опять-таки, я очень много занимаюсь и скорее всего у большинства людей она будет очень маленькая. И к тому же она будет еще не раскрытая. Относительно всевозможных состояний не пугайтесь. Не надо пугаться и не надо вообще задаваться вопросом. Просто наблюдайте за всем тем, что происходит. Если мы начинаем задаваться вопросами, а что это значит, к чему это пульсация, что это за давление, вот энергия там побежала, вот я уже чувствую, как она там, вот здесь у меня там что-то попрыгало. Это все лишнее. Просто продолжайте практиковать, не доводя себя обязательно. Здесь нужно обязательно беречь здоровье, потому что это такие участки тела, которые, ну они важны для нас. То есть глаза нужно беречь. С одной стороны, это упражнение может и вылечить нас, если у нас проблемы со зрением. С другой стороны, если мы будем делать очень много, возможно повреждение сосудов и тогда вот этот белок, который есть, да, у нас в глазках. Если сосуд лопается, белок затекает кровью и глаз выглядит налитым кровью. Поэтому такой, знаете, темной красной жидкостью выглядит очень нехорошо. Я видел, как некоторые практикующие, у них лопались сосуды в глазах и они ходили с такими, знаете, налитыми глазами. Отечность появляется под глазами, глаза плохо двигаются, потому что, ну болезненное все это такое ощущение. Вот, поэтому здесь время надо потихонечку увеличивать. Тренируйтесь. Практики, которые я не буду вам советовать ни в коем случае, потому что они очень жесткие. Они, во-первых, как это сказать, они неинтересные, они какие-то даже примитивные, я бы сказал. Настолько примитивные, что вот у меня бывает отторжение. Практика смотрения на точку. То есть берете белый лист, да, вот как объясняется в некоторых писаниях, да, это стандартная практика, юговская. Вот, и многие, многие типа учителя у нас в России рекомендуют эти практики. Не советую. Самая бестолковая, самая нудная и самая, я бы даже сказал, неадекватная практика. Почему? Потому что на белый цвет невозможно долго смотреть. Ум, ему, то есть ум не задействуется, не задействуется энергия, да, то есть если белый цвет, это цвет чистого ума. Соответственно, когда мы созерцаем белый цвет, то что происходит? У нас активизируется наш ум, но совершенно не задействуется наша энергия и физическое тело. Отсюда результат происходит разрыв. Ум становится сильнее, энергии не успевают, болезненные ощущения вылазят потом боком. Поэтому эту практику я не советую. Не советую выполнять технику созерцания пламени свечи. Тоже очень тупая практика, неинтересная. Пламя постоянно движется, ты его ловишь, как снайпер какой-то. Вот это вот, часами сидишь и ловишь, оно там, оно колеблется, да, ты и ты... Ну, такое. Можете попробовать, но бесполезно. То есть надо что-то, что, во-первых, нам нравится. Это очень важно. То есть практика должна доставлять удовольствие. Это раз. Во-вторых, само по себе удовольствие нас расслабляет изнутри, и мы можем очень долго находиться в этом состоянии. Это два. Когда мы делаем вот эту тупую практику смотрения на точку, я сочувствую тем учителям и тем последователям, которые выполняли эти техники. Самая нудная, самая кислая, самая... Вот, простите. Потому что я и делал, я знаю, что это такое, и я, честно говоря, сочувствую всем тем людям, которые пытаются делать данную технику. И это раз. Во-вторых, она не такая тоже эффективная. То есть она на область третьего глаза не оказывает никакого воздействия. Она в большей степени помогает сконцентрировать внимание, но в таком довольно злом состоянии. То есть ум как бы сильный, а все остальное дохлое. Это в буквальном смысле, дорогие друзья. То есть это будет в последствии проблема. Поэтому эти практики сразу отклоняем в сторону. Выбираем то, что нам нравится. Можно, для примера, взять какой-то красивый символ, который нам нравится. У каждого из нас есть любимое божество. Допустим, насколько я знаю, да, многим нравится богиня Кали или Ганеша. Ганеша – это вообще беспроигрышный вариант. Берем изображение Ганеши, божества. Вешаем на расстоянии 2-2,5 метра от себя. Обязательно на уровне глаз, либо выше. Если картинка, изображение будет ниже, наши глазки будут опускаться, а это положение глаз, оно немножко опускает энергии. То есть энергии в теле становятся нисходящими. Когда наши глазки поднимаются выше уровня глаз, вот таким вот образом, даже чуть-чуть там, неважно, много не надо, не надо на потолок вешать. То есть чуть-чуть выше уровня повесили, то в этом состоянии энергии в теле начинают подниматься вверх, и мы чувствуем всегда состояние, лёгкое состояние возбуждения. Ну, не страстного возбуждения, то есть не связанного с интимными отношениями. Как бы у нас это слово, оно ассоциируется немножко с пошлыми какими-то качествами. Но само возбуждение энергии речь идёт. Вот. И вот это возбуждение, оно работает нам на пользу. И мы, если нам нравится Ганеша, если нам нравится Бадиня Кали, если нам нравится Шива, вот, что ещё? Нарайана, может быть, кому-то нравится там. Любые другие, да? Когда я был юношей, я перед собой вешал изображение, я самостоятельно вырезал слог Ом из такой позолоченной бумаги. Жёлто-позолоченная такая бумага была. Я вырезал вот такой слог. Вот. И наклеил этот золотой Ом, наклеил на голубой фон. И получилось, как жёлтый слог Ом, он висит как бы в небе, да? То есть, ну такой, очень на голубом фоне, да? И выглядело это очень, ну, как бы так, приятно. У меня не было отторжения, у меня не было такого, наверное, белый свет, посиди, посмотри. Там уже через три минуты ты уже тупо засыпаешь. Потому что у тебя энергии как бы внутри не задействуются. И ты, у нас там спали, там, когда я наблюдал за тем, как выполняли эту практику, да все спали. И сейчас даже некоторые товарищи продолжают делать эту практику и продолжают спать десятилетиями. И пусть спят на самом деле. Вот. Мы пойдём по другому пути. Мы будем использовать те предметы, которые нам нравятся. Мы можем также использовать слог Ом, либо то, что нам в нашем восприятии доставляет удовольствие. То есть, эстетическое удовольствие. Когда есть вот этот контакт с объектом, у нас внутри энергия течёт, и мы можем расслабиться, и мы не устанем за короткое количество времени, и мы не будем погружаться в состояние сна. Вот. Итак, взяли слог Ом, взяли божество, шиву, можно, можно кали, можно любой, всё, что нам нравится, кроме символов, которые связаны с нижними мирами. Ни в коем случае образа в еды не должно быть. Ни в коем случае собак, котов и так далее. Мир животных нам вообще не нужен, иначе будете видеть такие дурные сны потом. Вообще, на собак, на животных желательно их держать в стороне от себя. Что ещё там? Не надо созерцать изображения людей, которые являются частью общества, они не несут элементы святости. То есть, если это, допустим, изображение нашего учителя, тогда да, можно. Но и то не рекомендуется. То есть, учитель это промежуточное звено, он не является полностью реализованным. Его изображение обычно держится на алтаре среди божеств. То есть, это изображение своего учителя должно быть именно на алтаре среди божеств. И совершая подношение божества, мы совершаем подношение учителю. И всё. То есть, мантры носим в сердце, выражаем благодарность, уважение, почтение. Но на этом всё. А изображение божества, оно достойно, оно стоит того, чтобы на него медитировать. И вот мы можем взять Нарайану, повесить перед собой и выбираем любую точку. Рекомендуется созерцать снизу вверх. То есть, начинаем созерцать сначала лотосные стопы, потом можно зафиксировать взгляд на уровни коленей, потом на украшениях на руке, украшения на поясе, украшения какой-то на грудном отделе, символы в руках, там чакра, раковина, что там ещё там, трезубец, если это Бог Шива и так далее. И постепенно мы как бы тренируемся созерцать разные объекты самого данного божества. созерцая данное божество, допустим, мы созерцаем, тренируемся, созерцаем 5-10 минут, да, смотрим на божество в течение 50 минут, 5-10 минут, потом глазки закрываем и также на духовном плане удерживаем этот образ. Он довольно быстро отпечатывается на самом деле, очень важно, чтобы было ещё освещение. И таким образом продолжаем также созерцать данное божество в области третьего глаза. Эта медитация позволяет настроиться на духовные миры. То есть видите, сколько сразу плюсов. И пробуждается третий глаз, и хорошая кармическая связь, и благословение, святые чистые энергии. Это не то, что там какая-то, простите, примитивнейшая практика созерцания точки на белом листе бумаги. Нет, тут сразу надо, можно и нужно использовать сразу много таких благоприятных элементов. И впоследствии мы просто божество уже созерцаем в области третьего глаза. Это та самая практика, которая развивает ещё и визуализацию, и плюс она помогает научиться настраиваться на более тонкие качества, такие как свет и так далее. То есть само по себе тело божества, оно уже несёт в себе сам элемент света. То есть впоследствии мы научимся видеть и свет внутри самого божества. Существуют другие виды созерцания. Я всем советую, если мы живём в городе, это будет крайне проблематично делать данную практику, но если мы живём в деревне, рано утром и на закате солнца выходите, созерцайте солнце. то есть вот как оно встаёт, там буквально на созерцание должно у нас уходить ну может быть 20-30-40 минут, ну может час, больше не нужно. И вот это время, пока солнышко поднимается из-за горизонта и на высоту там, ну не знаю, как это выразить, да вот, ну в течение часа, вот насколько оно поднимется, всё это время, когда мы созерцаем солнце, данная практика очень хорошо пробуждает область третьего глаза, то есть у нас в буквальном смысле третий глаз начнёт вибрировать, разжигаясь этой мощной энергией. Вот, и точно так же можно созерцать, когда солнышко садится. Ни в коем случае не созерцаем полуденное солнце, оно выжигает глаза, то есть сосуды не будут выдерживать. Созерцать солнце можно будет впоследствии через год, два, три после регулярного выполнения данной техники. Очень хорошая практика созерцания звёзд и луны. Это тоже моя любимейшая практика, я вообще как бы когда есть возможность, я с удовольствием выхожу и вот, специально просто на улице выносите табуретку, вот, присаживайтесь, голову немножко подняли, глазки подняли и нашли где-то там на высоте от горизонта, не надо прям над собой звёзды созерцать, над горизонтом, причём старайтесь, когда созерцаете, старайтесь, чтобы на горизонте не было осветительных фонарей, каких-то домов, в которых там слишком большое освещение есть, да, и оно чаще всего отвлекает взор. та часть небосводок, на которую мы будем созерцать, она должна быть по возможности как можно темнее, то есть, чтобы не было каких-то искусственных видов света, и вокруг нас также не должно быть света, чтобы наш взгляд цеплялся за звёзды. И выбирая любую, которая нам нравится звёздочка, да, мы взглядом цепляемся за эту звёздочку, вот, и длительное время находимся в состоянии созерцания. Точно так же и Луна. Луна движется по небосводу, мы цепляемся взглядом и продолжаем созерцать. Где-то через 2-3 минуты возникает ощущение, как будто бы тело подвешивается в воздух, вот, это физически ощущается, и мы взглядом уцепившись за, как это называется, за звезду, да, вот, мы парим в воздухе очень приятные ощущения и так далее. Звёзды, на самом деле, они при состоянии подобного созерцания, они будут выглядеть, как живые существа, как божества, ну, малые божества или полубоги такие вот, да, вот, с ними даже можно будет общаться, вот, то есть, общение будет происходить, когда у нас ум успокоится. Пока ум наш не успокоен, мы, во-первых, ничего не будем видеть, никаких божеств мы не увидим, во-вторых, никакого общения также не будет происходить. Но как только ум успокаивается, вот, мы действительно можем впоследствии выполнять какие-то виды общения. но здесь общение, о котором идет речь, это не общение на какие-то мирские темы, не подумайте, нет, чаще всего в своем случае мне было интересно, допустим, интересны знания, которые связаны с структурой небосвода, со всевозможными, как они называются, созвездиями, с влиянием Луны, с влиянием Солнца и так далее. То есть, это действительно возвышенные духовные существа, которые дают какие-то свои знания на том уровне, на котором нам интересно. Что еще можно посоветовать? Искусственные источники света созерцать не буду советовать, потому что они находятся в состоянии мерцания. И для глаз глаз не фокусируется. А вот звезда, звезда она маленькая и она очень хорошо помогает найти то тонкое состояние созерцания. И эти практики, то, что я описываю, они действительно очень мощное воздействие оказывают на область третьего глаза. И в буквальном смысле через, допустим, месяц такой практики у нас уже будут довольно мощные осознанные сновидения, в которых мы будем получать мистические сведения, знания и так далее. Вот. И вот уже дальше из того, что у нас будет проявляться, уже можно будет обсуждать те откровения, которые мы сможем получать. Пока что всевозможные виды пульсаций, вибраций, давления, это просто тонкие движения энергии, это ничего из себя не представляет. Когда будете видеть открытие третьего глаза, вы увидите с закрытыми глазами у себя во лбу некое такое отверстие, маленькое. Я у некоторых людей сталкивался с подобным описанием. И они описывают, что сначала появилось какое-то отверстие. У меня, кстати, то же самое было. Сначала появляется маленькое отверстие, и постепенно оно расширяется, и мы в это отверстие начинаем видеть какой-то другой мир. Опять-таки, мы будем видеть именно тот мир, которому соответствует наша карма, либо наши внутренние запросы. И впоследствии это пространство раскроется настолько, что мы сможем видеть параллельные измерения с закрытыми глазами, не напрягаясь. Вообще, здесь напряжения не должно быть. И вот те техники, которые я описывал, еще раз, я всегда привожу этот пример, мы должны, находясь в состоянии созерцания, быть в настолько спокойном состоянии, как если бы мы смотрели телевизор. Да, мы заходим по утрам, допустим, хотим новости посмотреть, пьем чай, смотрим какие-то новости, ну, если на кухне есть телевизор, ну, или каким-то образом в доме смотрим телевизор, да, мы совершенно расслаблены. То есть, мы отдыхаем. Мы, когда смотрим какой-то фильм или какую-то передачу, или смотрим любимую программу на компьютере, мы расслаблены. Вот точно так же в состоянии созерцания мы должны быть расслаблены. То есть, сам процесс, который происходит, он уже является той самой практикой, которую нужно выполнять. Не надо напрягаться, не надо вот это чудовищное усилие прилагать, я тебя сейчас удержу, звезда, не вздумайте. Расслабились. Единственное правило, которое должно быть всегда, ровный позвоночник, иначе энергия, если будет отклоняться в стороны, она будет бить в энергетические центры, это может сказаться на наших энергиях, на нашей судьбе. Неблагоприятно, берегите себя. Поэтому позвоночник всегда ровный. Упражнения йоги, они очень сильно увеличивают количество энергии, и если согнуть позвоночник, эта энергия отклоняется в сторону, и начинает развивать в нас какие-то нечистые качества. Если, допустим, шея изогнута, каким-то образом неправильным, то энергия, доходя в область вишутхи, она начнет развивать гордыню. Если вы замечали, все инструкторы йоги, они такие самовлюбленные гордецы. Это нормально, потому что у них энергии много, и эта энергия вымывает из них всякие грязи, и они просто не справляются со своим поведением, и выглядят немножко как горделивые самовлюбленные эгоисты. Но это все через это проходят, не пугайтесь. Поэтому ровный позвоночник, взглядом зацепились и созерцаем. Здесь важно время. Время, расслабление, и нужно позволить внутри себя происходить тем событиям, которые происходят при духовном зрении. Ум успокаивается, и начинают проявляться в пространстве определенные картинки, в которые мы можем влетать, и таким образом начинается посещение миров. Впоследствии это будет уже немножко по-другому происходить, но на начальном уровне это будет именно так. Картинка взлетел, посмотрел, вернулся и так далее. Очень хорошо, что вы начали выполнять какие-то техники, похвально. Но сразу хочу сказать, вот эти состояния, давление, вибрация, пульсация, вообще не обращайте на это внимания, это нормальное явление, она будет всегда. Где-то энергия пробилась, поднялась, вы же не будете бегать постоянно, спрашивать, а что у меня тут чуть-чуть пробилось, или в затылке чуть-чуть пробилось. Это всегда происходит. Энергия движется, у йогов она движется всегда и проявляется в разных состояниях. В большей степени обращайте внимание на свои сновидения, на осознанность в сновидениях, на качество сновидения, на мистические элементы в сновидениях и так далее. Все, пишите вопросы, до новых встреч, спасибо, обнимаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что у нас будет очень много всего интересного, можете пропустить, потом будете жалеть. Все, пока-пока. субтитры сделал DimaTorzok, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,